Сегодня я расскажу о Гонконге. Гонконг это просто обалденное место. Знаете, из всех мегаполисов, где я был, он самый непохожий на все остальные. Представляете, это огромные небоскребы, которые вот такие они тоненькие и очень-очень высокие. И все это на фоне таких же высоких гор, которые поросли все джунглями. Все это вместе смотрится просто очень необыкновенно. И между всеми этими еще небоскребами змейкой проходят магистрали, причем на разных уровнях. И это интересно, если у вас будет время прокатиться в Гонконге на автобусе, это отдельное развлечение ехать на автобусе. Потому что в некоторых магистралях, которые особенно верхнего уровня идут, в них потолок, он не бетонный, как у нас обычно в Москве, как мы привыкли. А он сделан как оранжеле, он из стекла, и все это немножко уже обросло растениями, и это смотрится очень и очень и очень калоритно. Итак, что делать, если у вас один день в Гонконге? Если вот всего один день, то тут даже думать нечего. Едете прямиком в Гонконг парк. Гонконг парк, я сейчас покажу пару фоточек оттуда, он находится в центральной части Гонконга, он маленький, но он очень колоритный, он очень хорошо Гонконг репрезентуется. В Гонконг парке есть речушечки, есть водопадики такие, и там на водопадах сидят черепашки на солнышке, греются, в речках плавают китайские золотые рыбки. Если приедете рано утром, я там бегал на пробежку, это необыкновенно, когда ты бежишь, вот эта вся атмосфера Гонконга, и видишь еще людей, которые занимаются тайчи, цигуном и прочими дыхательными гимнастиками, и это еще больше колориту придает, и это очень классно. Плюс, не спешите быстрее к подъемнику, который идет на Викторий Пик, перед ним зайдите в птичник. В Гонконг парке есть достаточно большой вольер с птицами, он бесплатный, он классный, он создает реальное ощущение джунглей, такие маленькие джунгли внутри огромного города. Когда нагуляетесь по вот этим симпатичным мостикам в птичнике, вы пойдете наверняка на Викторию Пик. На Викторию Пик можно подняться на трамвайчике, там в одну сторону у вас будет вот такой канонический вид на город, если пойдете в другую сторону, на противоположную сторону площадки, то вы там увидите вид на океан. И вот где-то здесь вы погуляете, наверняка вы кушать уже захотите, я советую, тут два варианта на самом деле есть. Если вот у вас укороченный вариант, вот это вот один-два дня, тогда садитесь на трамвай и идите обратно. На самом деле вниз можно спуститься не только на трамвай, ну и, к слову, вверх подняться тоже. Но это достаточно извилистая, долгая тропинка, которая идет с видом на небоскребы, и она идет там часа два, наверное, только вниз спускаться. Оно красиво, оно того стоит, если у вас один-два дня, не заморачивайтесь, спускайтесь на трамвайчике. Также наверху, на пике, на Виктория Пик, там есть где покушать, там есть кафешки, но я вам рекомендую спуститься все-таки вниз и дойти до места, которое называется Pacific Place. Если вы не живете недалеко Гонконг-парка, скорее всего, вы вот куда-то туда на метро и приехали, в Pacific Place я вам рекомендую спуститься по вот этому эскалатору интересному. Он, ну, интересно, это уличный эскалатор специально, потому что Гонконг достаточно холмистый, чтобы людям жизнь упростить сделали. В этом Pacific Place найдите фудкорт, там очень много ресторанов и дорогих, и дешевых. Вы покушаете там после парка, после пика, вам захочется кушать. Далее, хорошо покушали, что же делать дальше? Дальше мы просто смотрим на карту и ищем самую ближайшую линию трамвая, которые там проходят, потому что покататься на гонконгском двухэтажном трамвайчике это мастер. Гонконгский трамвайчик, вот он так колоритно выглядит, я рекомендую вам сесть наверх, на второй этаж, можно даже попросить, местные обычно уступают туристам, там место возле переднего окошка. Для них это обычный транспорт передвижения, но для вас прокатиться на втором этаже такого трамвайчика, это просто дешевая, классная экскурсия по даунтауну Гонконга, не пожалеете, прокатитесь обязательно. Далее, когда прокатились, я рекомендую вам пойти к переправе, у них там есть небольшой такой речной вокзальчик, с него отходят кораблики, которые идут на противоположную сторону гавани. Для местных это тоже обычный транспорт, а для вас, опять же, недорогая экскурсия с видом на вот эти все небоскребы, которые возвышаются на фоне гавани. Прям очень советую. Когда вы переплывете гавань, окажетесь на другой стороне, у вас останется последняя точка маршрута на этот день, да, я насыщенный день вам рассказываю, где вы сможете посмотреть вечернее шоу. Ну, честно скажу, само вечернее шоу, ну, оно такое себе. По большому счету вы видите, как разные домики, они мигают разными цветами, и это как бы и есть шоу. Ну, никакого бурлеска там нет. Но сам вид вот этот светящихся ночных небоскребов Гонконга, он стоит того. Посмотрите на шоу, прогуляйтесь по аллее звезд, и это будет вам классный вечер, и это будет завершение классного одного дня в Гонконге, и вы просто вот по основной вы уже посмотрите. Это реально уместить в один день, но больше уместить, скорее всего, нереально. Итак, а что если у вас два дня? Ну, тут уже достаточно все просто. Если у вас два дня, вам нужно посмотреть вторую часть Гонконга, которую многие почему-то пропускают. Я считаю это достаточно глупо. Если у вас есть два дня, просто рано утром смело едете на остров Лантау. На острове Лантау одна канатная дорога стоит того, чтобы туда приехать, потому что уже эта достопримечательность, потому что эта дорога, она идет по вершинам холмов, она, ну, посмотрите на это, она на огромной высоте проходит над морем, и это очень красиво, особенно в хорошую погоду, а, к слову сказать, зимой в Гонконге часто хорошая солнечная погода. Это очень красивая поездка. И после шумного Гонконга вы приезжаете в тихое место, где стоит настоящий действующий монастырь. Кроме монастыря там есть вот такая классная улочка с кафешками, которую, как говорят жители Гонконга, воссоздали, вот как вот она была деревня в какие-то древние времена. По мне так выглядит слишком красиво для древних времен, но, тем не менее, оно стоит того, чтобы посетить. Она симпатичная, фотографии будут отличные. Там можно покушать, погулять. Поднимитесь к Будде, который сидит на холме. Не смущайтесь, не так уж высоко к нему лезть. Интересная штука, вид оттуда тоже очень красивый. И когда вы подниметесь к Будде, обратите внимание, вот у вас монастырь стоит, да? И если посмотреть, вот монастырь, да? И вот это маленький лайфхак, если у вас больше дней. На самом деле, если вы пойдете вот как-то вот так вот, то вы придете к хостелу. И там хостел есть, он даже на Booking.com доступен. Смысл в том, что в этом хостеле можно снять отдельный номер, который будет вам стоить дешевле, чем номер в любом отеле практически в Гонконге. И, ну, он спартанский, конечно, но достаточно чисто. Плюс там можно делать какие-то, какой-то барбекю, все принадлежности на территории хостела есть. Прямо горячо рекомендую. Если вы сходили вокруг монастыря погуляли, нагулялись, у вас осталось еще полдня, настоятельно рекомендую вам спуститься вниз в деревушку Тай-О, а не обратно ехать на подъемнике. А где-то возле этого монастыря, сами поищите, там есть остановка автобусов, она достаточно большая, ее не пропустите. И там есть автобусы, которые идут в Тай-О. Что такое Тай-О? Это рыбацкая деревушка, которая стоит на сваях у берегов острова Лантау. Она очень колоритно выглядит. Иной раз поражаешься, как вот это все стоит, как оно вот не сползает в воду. Все выглядит достаточно клипко, но, говорят, этой деревне достаточно уже много лет. Там можно погулять, пофотографироваться. Там очень вкусные рестораны. Там остался вот этот вот колорит такого негородского Гонконга. И оно стоит того, чтобы посетить. Там полдня за глаза хватит погулять, покушать. Настоятельно рекомендую. Я не знаю, как это называется, но вот это я рекомендую попробовать. Это что-то в каком-то имбирно-чесночном соусе. Очень вкусно. Дальше. Если вдруг каким-то чудом у вас в этот второй день еще осталось время, едьте в Даунтаун и едьте в Таймсквер. И если осталось времени много, едьте на двухэтажном трамвайчике в Таймсквер. Ощущения будут еще прикольнее, чем от катания на двухэтажном трамвайчике днем. Далее. А что делать, если у вас три дня? Если у вас три дня в Гонконге, тогда уже возможны варианты. Есть два варианта. На третий и четвертый день. Сами смотрите. Один вариант. Поехать в Ocean Park. Ocean Park – это все в одном. Это огненное и водное шоу, это парк аттракционов, это обалденные красоты подъемники, которые вдоль гор тебя везет. Вот у вас с одной стороны просто море, с другой стороны горы. Очень красиво. И еще это и зоопарк. Там есть панды, там есть очень странные рыбы, там много чего есть. На день вполне хватит, чтобы побродить. И я рекомендую задержаться там допоздна, потому что там очень красивый закат с видом на все эти острова Гонконга. Далее. Второй вариант. Ну, на четвертый день, если Ocean Park был третьим. Об этом варианте практически никто не говорит, никто не знает. Это, по большому счету, вариант для местных. Вы можете пойти в ту часть Гонконга, которую многие даже не ведут, что такое в Гонконге есть. Вы на автобусе можете доехать до точки, которая называется «Начало маршрута Dragon Pass». Смысл в том, что это хайкинговый маршрут, и считается он один из самых красивых вообще маршрутов в Азии. А он идет по вершинам, по гребню полмов. И с него, с одной стороны, периодически видны небоскребы Гонконга, с другой стороны, видно море и пляжи. И мы, когда туда приехали, это даже после Лантао и после центрального Гонконга, это настолько было удивительно, потому что не ожидаешь такого от Гонконга на самом деле, а потому что ты видишь реально красивые тропические пляжи. И мы в январе шли, и мы жалели, что это январь, потому что даже в Гонконге в январе купаться холодно. Погуляйте, подышите морским воздухом, посмотрите на всю эту красоту. И если у вас хорошая физическая форма, то вы можете в конце этого маршрута бонусом спуститься к месту, которое называется Surf Beach. Там реально серфингисты ловят волны, там стоят кафешечки, там очень атмосферно, оттуда на маршрутке можно обратно уехать в Гонконг. Но если физическая форма все-таки не очень хорошая, я рекомендую вам на Surf Beach не ходить, потому что это достаточно далеко, устанете. Лучше на автобусе просто уехать. Далее, это третий-четвертый день. А что если у вас вдруг больше дней? Ну, тут уже начинаются совсем уж необычные варианты. Во-первых, вот видите пляж? Это пляж, который называется Шек-О. Шек-О. Я не помню точно, я в комментариях все напишу. Это пляж, по-моему, который называется Шек-О, и на него просто можно приехать на целый день поваляться на солнце. И это такое обалденное ощущение, когда ты в январе валяешься на солнце, и вроде как вот тут вот мегаполис, а тут же рядом и волны шумят, и тут же песочек, и тут же на барбекю ты можешь мяско пожарить. Отлично! Мы там целый день провалялись, и еще там есть мыс такой небольшой, прям по левую руку увидите, на этот мыс можно сходить. И последнее место, куда я вам порекомендую сходить, ну, это уже, наверное, день пятый, шестой, это храм, который называется Вон Тай Синь. Я сейчас по-любому неправильно сказал, но ссылочку, опять же, оставлю в комментариях. Чем мне этот храм запомнился? Это да, он симпатичный, да, можно красиво пофотаться там, да, можно все это посмотреть, очень колоритно, но он запомнился двумя вещами. Там рядом прям с храмом располагается такая большая аллея, это прям рынок предсказателей судьбы, там их десятки. Я, конечно, что-то не пошел, я решил, что свою судьбу как-то сам определю, но просто для смеха сходить можно. И второе, что там есть тоже занимательное достаточно, там бесплатно сдают вот эти вот палочки ароматические, ты можешь взять вот эту ароматическую палочку и поставить в определенное место, их там сжигают, и люди толпами, реально толпами загадывают там желания. Ну, наверное, если такая толпа людей загадывает желания именно в этом месте, ну, возможно, какое-то правильное место. Я тоже загадал, вот жду, когда все исполнится. Я почему-то думаю, что по-любому исполнится. Вопрос времени. Итак, вот и все. Это все, что я хотел вам рассказать о Гонконге. Я внимательно теперь буду смотреть за просмотрами, комментариями, лайками и отзывами на это видео, потому что информации вот такого рода у меня много. И она просто разбросана где-то по жестким дискам, по флешкам. Я могу ее собрать, и я реально, я посетил достаточно много городов, я могу это все в таком виде, в скомпонованном выложить в качестве таких коротких обзоров разных точек нашей планеты. Если вам это интересно, если информация в такой подаче удобна, пишите, и я постараюсь более-менее оперативно собирать новые и новые и новые видео и выкладывать их сюда, в плейлист. Всем спасибо! Всем хороших путешествий! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok